Доброе утро! В эфире новости, которая приближает выходные. Здравствуйте! Напоминаю, что теперь вы можете слушать новости Дизель Утро на радио Пятница. Верховная Рада приняла закон об электронном декларировании имущества депутатов. Однако народные избранники продолжили сдавать декларации в письменном виде, так как на компьютер, согласно отчету о доходах, у чиновников денег нет. Помощникам депутатов подняли зарплату на 85%. Многие уже успели это дело отметить. Это по-вотедни, это по-вотедни, это по-вотедни, Владимир Райсман, это по-вотедни. Да, снимай сегодня. На видео помощник нардепа и экзам главы госслужбы по лекарственным препаратам наглядным образом показывают, какие таблетки запрещены у нас в стране. Пропали деньги, выданные США и ЕС на реформу генпрокуратуры. Их поисками, как ни странно, занимается генпрокуратура. В кулуарах утверждают, что неплохо прошла реформа украинских дач и заграничных домов прокуроров. Уволен глава полиции Винницкой области за совместную фотографию с российским политиком и боксером Николаем Валуевым. Узнав об этом, мэр Киева Виталий Кличко для перестраховки удалил все фотографии с Валуевым. Затем с другими боксерами, а позже от греха подальше вообще свои фотографии в боксерских перчатках. Генеральный прокурор Виктор Шокин вышел из отпуска. Теперь в отпуск засобирались все те, кто заявил о его увольнении. Кстати, поговаривают, чтобы не растерять сноровку, во время своего продолжительного отпуска Виктор Шокин сажал огород. Жена Юрия Луценко, добираясь на работу, нарушила правила ПДД, проехав по полосе общественного транспорта. Как заявили адвокаты, штрафовать ее не за что, так как, во-первых, депутатам проезд в общественном транспорте бесплатный, а во-вторых, внедорожник Ирины Луценко настолько большой, что в принципе может быть признан автобусом. В Киеве четверо полицейских украли 17 тысяч долларов из машины мужчины, пострадавшего в ДТП. Плохой звоночек. Позже один из четверых стражей правопорядка отказался быть в доле и сообщил об инциденте правоохранительным органам. После этого случая в полиции решили увеличить патрули с двух до четырех человек, так как из четверых один точно окажется честным. Боюсь, что в нашей стране мы можем увидеть патрули и до 16 человек. Так что ждите на улице Киева патрульные автобусы. В Одессе из зала городского совета вынесли замгубернатора Александра Боровика. Видимо, в Одессе потихоньку становятся популярным старинные грузинские обичья. В конце каждого заседания вороват невесту. Ты чего? Боровика. Жалко. После этого инцидента Михаил Саакашвили назвал мэра Одессы паханом, на что оппонент, прищурив глаз и отпив немного чаю, ответил. Фраерок, не по масти базаришь. По многочисленным просьбам в столице Украины появятся скверы для беременных. В таком сквере женщины в положении смогут не только погулять, но и посетить кафе для беременных. В котором можно будет съесть борщ из сгущенки, селедку в заварном пироженке с консервированными помидорчиками. Ммм, ням-ням. Известный французский актер Жерар Депардю назвал Россию сараем и уехал, продав подаренные ему квартиры. Очень вовремя. Жерару вообще повезло, что его не раздавили бульдозером по программе импортозамещения. В Великобритании пенсионерам предлагают использовать умные мусорные баки. Если пожилой британец не будет выбрасывать мусор в течение двух недель, устройство вызовет ему врача. В нашей стране умные мусорные баки работали бы немного по-другому. Если в бак ничего не выбрасывают в течение двух недель, значит состав Верховной Рады был избран правильно. А на минувших выходных был еще один праздник – Масленица. Подробнее о проводах зимы и празднике Масленицы в нашей рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро! Из-за увеличения цен блины в этом году пришлось делать меньше. А кто-то попросту решил достать прошлогодние. Спортсмены проводили Масленицу со своими блинами. Еще одной традицией на Масленицу является сожжение чучела. Здесь главное вовремя отойти. Сразу после Масленицы наступил Великий пост. Многие напоследок решили оторваться. Трудовой кодекс Украины хотят нести поправку, которая позволит работникам делать перерыв на жару. Чтобы избежать дополнительных перерывов, многие фирмы уже готовят офисы к лету. Зная наших людей, установки дополнительных кондиционеров они будут рады. В Евросоюзе заговорили об отмене виз для украинцев уже этим летом. Подробнее об этом в нашей рубрике «Очевидец». Верховная Рада приняла последний из общего пакета безвизовых законов. И тем самым еще на один шаг приблизила к отмене европейских виз для Украины. У нас в гостях человек, который уже готов отправиться в тур по странам Европейского Союза. Евгений Безграничный. Добрый день, Евгений. День добрый. Гутен так. Гуд монинг. Бонжур. Ну, я так понимаю, с такими знаниями вы наверняка можете жить и работать в любой стране Европы. А вот вам европейский фиг с польским маслом. Если бы за знание приветствий можно было бы там работать, наши бы давным-давно уже туда уехали. Там же языки знать надо. Это точно. Ну, визы для украинцев собираются отменить уже летом, и это не может не радовать. Это уже девятый раз на моей памяти, когда они собираются отменить визы этим летом. Этот раз юбилейный будет. Вообще, у меня такое ощущение, что отмена визы – это как коммунизм. Если не мы, то наши дети точно будут жить в шенгенской зоне. Но если все-таки это случится, и визы отменят. То мы не готовы. Как? Ну как, у вас есть биометрический паспорт? Нет. И у меня нет. И что нам с той отмены? Да, но мне кажется, все-таки это здорово, что Европа станет для нас намного доступнее и ближе. Сейчас Европа намного ближе, чем вы думаете. Раньше говорили как? Увидеть Париж и умереть. А сейчас достаточно посмотреть цену на перелет, перевезти в гривны, и можно смело... Не надо. Да что там? Платежка за коммуналку заменяет Париж. Увидел платежку и... Я вас понял. Какие страны вы собираетесь посетить в первую очередь, Евгений? Ну, сначала Польшу, потом Чехию. И если полиция нигде не остановит, думают добраться до Германии. Эм, подождите, то есть вы хотите работать в ЕС? Работать? Нет, работать я и здесь могу. Меня интересует пособие для безработных. А-а-а. Вот там его оформлю, а сюда вернусь работать. Эм, интересный план. То есть вы хотите сказать, что наши мозги там не нужны? Ну, я вам так скажу. Чтобы там оформиться безработным, нужно быть очень умным. Иначе спалиться можно моментально. А почему украинцы вообще так хотят попасть в Евросоюз? Просто украинцы хотят проверить, можно ли нормально жить в Союзе. Да, согласен. От Советского Союза мы бежим в Европейский. У нас в гостях был человек, который ждет, когда, наконец, откроют границы. До встречи с новыми очевидцами. Продолжим. Ученые представили новый гаджет, который поможет сделать сон храпящего человека снова спокойным. Специальный датчик, услышав храп, надувает вставки в подушке, и в результате чего положение головы во сне меняется. Если же после этого храп не прекращается, то ученые предлагают взять этот специальный датчик и посильнее запустить им в храпящего. А если и это не поможет, тогда берем вот этот гаджет и специальным движением, вот примерно вот таким, заставляем поменять положение не только головы, но и всего тела. В интернете появилось новое приложение, которое поможет спланировать ваш отпуск. Я как раз сейчас предлагаю воспользоваться им и проверить. Одну секундочку. О, так. Спасибо, что решили воспользоваться нашим приложением. Пожалуйста. Введите данные о планируемом отпуске. Количество человек? Двое. Я и жена. Сервис? Ультра-олл-инклюзив. Цель отпуска? Отдохнуть. Ошибка. Неправильный ввод данных. Отдохнуть пол-инклюзивом и при этом с женой не получится. Дай сюда, я тебе покажу, как надо. Итак. Человек один. Цель отдохнуть на море. Бюджет минимальный. Обработка данных. Сейчас найдет. Вариант найден. О, возьмите в супермаркете бутылочку портвейна, а я сейчас вышлю фотографию моря. Для этого приложения не надо. Как еще можно развлечься в супермаркете, смотрим в нашей постоянной видеорубрике. Кто-то ходит в супермаркет за покупками, а кто-то так. Поразвлечься. А иногда с тележками развлекаются сами сотрудники. Заходите в супермаркет с правильной стороны. Иначе рискуете сделать неожиданную покупку, не отходя от кассы. Если вы решили побаловать себя курицей, убедитесь, что она натуральная. Бывает несовместимость продуктов. К примеру, молоко несовместимо с роликами. Интересно покупать пиво в Минске. Оно стоит не то чтобы дорого, просто много денег. Помните, полки в супермаркетах только для продуктов. Хотя и среди покупателей попадаются такие фрукты. Веселых вам покупок и хороших выходных. Слушай, Егор, у тебя случайно нет телефона от какого-нибудь охранного агентства? А тебе зачем? Ну как это зачем? Мы на две недели уезжаем в гастрольный тур, я боюсь жену одну дома оставлять. Возьми ее с собой на гастроли. Ты чего? Зачем мне там, красивому, молодому человеку, жена на гастролях? Кстати, ровно Винница, Чернигов, Черкассы, Луцк, Мельницкий и особенно Конотоп. Девушки, я жду вас на наших концертах. А хотите прямо сегодня увидеть молодого, красивого, умного и Сашу? Включайте дизель-шоу в 21.20 на этом же канале. До встречи. Увидимся. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова